Здравствуйте, Шаватов и Гутевелл. Хорошей недели. У нас 117-й урок по книге Мишли. Мы находимся в 14-й главе, 22-е предложение, которое говорит «Разве не заблуждаются злоумышленники, но милость истина у благомыслящих?» Так, во всяком случае, перевёл переводчик на русский язык. Теперь посмотрим, как это пишется на иврите. После Кавбейт, Перек Юддалет. Ведь вот приведут к искривлению те, которые хоршим. Слово «лахрош» на иврите означает «пахать», «пашет козлу». Но хэсет и эмет – доброта и истина. Будет для тех, кто хоршейтов, которые пашут в отношении добра. Теперь смотрим, как переводит Мальбим этот пасук. Мальбим говорит. В начале Мальбим говорит, что такое… Я уже говорил, что Мальбим – два и перуша есть, два комментария. Бьюр-мелот и мусар-хохма. Инь-яним и слова. Перевод. Хоршей. Хоршим – это люди, которые делают бесетер. Это те, которые делают какие-то действия в тайне. Вэхэсет-вээмет. Хэсет и эмет – это хэсет, который делается не для того, чтобы тебе за это заплатили. Существует хэсет-эмет и хэсет-неемет. Хэсет-эмет – это когда человек оказывает добро другому человеку не для того, чтобы ему за это ответили. А хэсет-неемет – это тоже митсвэ. Это хэсет – это может быть сдока, это может быть лутко-садим. Но когда человек рассчитывает, что за то, что он сделает, ему немножечко заплатят. Так вот, здесь он говорит. Альбин говорит. Хореш. Что такое хореш? Это человек, который хочет сделать какую-то вещь молча, без того, чтобы это стало кому-то известно. Люди, которые делают эти вещи для зла, они и ту. То есть, люди, которые делают в тайне какие-то вещи, замышляют зло, это приведет к искривлению. Потому что человек склоняется от дороги в месте, где его видят. И если люди увидели, что он отклонился в другую сторону, то люди, которые там идут, вернут его на правильную дорогу. Но человек, который хочет делать зло в тайне, преступление, а верот в тайне, они склоняются с дороги мудрости на какую-то кривую дорожку. И они будут постоянно склоняться и постоянно ошибаться, потому что нет людей, которые их видят, для того, чтобы вернуть их на правильный путь. Но люди, которые замышляют сделать добро и скрывают свои действия, это приходит со стороны того, что они хотят это сделать хесед шелемет. Они хотят сделать добро в истине. То есть, они хотят сделать добро... Человек, который делает добро в открытой форме, он надеется на то, что ему каким-то образом заплатят за это добро. И либо его будут уважать, либо он будет этим красоваться, какой он молодец и так далее. Но человек, который делает человеку добро в тайне, то это... он не надеется на то, что ему за это заплатят. И это происходит из-за того, что гавраба навшо хесед веемет. То есть, он делает это потому, что в его душе медат эмет, мера истины, она очень высокая. Что это маосе хесед, которое он хочет делать, без того, чтобы ему заплатили. В такой ситуации человек как бы получает майло, получает достоинство от своих действий, которые он делает. Это Перушмальбим. Фактически, Мальбим просто перевел, что здесь сказано. Перевод, который состоит в том, что человек, который делает какие-то нехорошие поступки в тайне, это приведет к тому, что... тайно приведет к тому, что он ошибется, и никто не увидит его ошибок. И это приведет к тому, что он уйдет совсем с нужного пути. Человек же, который делает хорошие поступки в тайно, то это, наоборот, увеличивает его плату за митцвот, поскольку он это делает лошем шамаем, ани, во имя небес, ани, лошем того, что он получит за это награду. Это такой простой перевод Мальбима. Гаон здесь начинает немножко выяснять, что такое хестеймет, более подробно. Он пишет. Гала-и-ту-хар-ше-ра. Хуреш-ра-аль-хавиро. Человек, который замышляет зло против своего товарища. Всевышний делает так, что он ошибается, то есть он уходит в другую сторону от своих замыслов, и то ра, которое он делает, он сам попадает в это ра, в это зло, которое он планировал сделать, подобно тому, как произошло с Аманом. В Магилат-Эстер рассказывается, что приводится этот пасук, комментарий Гагрона Магилат-Эстер, он приводит этот пасук, и пишет, что люди, которые замышляют вот это зло, они сами попадут в ловушку собственного зла. Как Аман по отношению к Мардыхае, и он ошибся, и он попал в свою ловушку. Что он считал? Что то, что сказал ему Ахашвирошу. Когда Ахашвирошу не спалось ночью, и он попросил почитать перед ним хронику текущих событий, выяснил, что Мардыхае спас ему жизнь, то он захотел узнать, наградили ли ли Мардыхае, и узнал, что не наградили. Тогда он обращается к первому пришедшему к нему человеку. Этим человеком был по счастливой случайности, в кавычках, Аман, который пришел для того, чтобы просить Ахашвирошу, чтобы ему разрешили повесить Мардыхае на дереве. И когда Аман приходит к Ахашвирошу с просьбой повесить Мардыхае, то в этот момент Ахашвирош выясняет, что надо сделать человеку, которого он хочет наградить. И спрашивает Амана, что сделать человеку, которого Мелых, Афэс, Бейкаро, который царь хочет наградить. Аман тут же понимает, что речь идет именно про него, и говорит, что ему сделать, и так далее. Прокатить на лошади, одеть царские одежды, на царской лошади, и т.д. и т.п. И в результате Аман оказывается повешенным на то дерево, которое он приготовил для Мардыхае, и всю награду, которую он просил сделать себе, всю эту награду он сам, Аман, вынужден сделать Мардыхае по приказу царя. И это то, что говорит Ахашвирош, что что сделать? Мала Асад Лаиша, Шарамэла, Хэфэс, Бейкаро, и Аман попадает в свою ловушку, думая, что Мардыхае вешают, а ему дают награду. В результате Мардыхае дают награду, а Аман и вешают. И это то, что происходит с человеком, который хочет сделать в тайне зло по отношению к своему товарищу. Он попадает в собственную ловушку. Понятно, что в лучшем случае он попадает в собственную ловушку Валамазе. В худшем случае он попадает в нее в Аламаба, и в результате вместо того, чтобы получить возможную награду от своих действий Валамазе и Валамаба, он получает. Валамазе, может быть, даже он получает награду. Но Валамаба, как известно, он получает наоборот. Теперь обратная ситуация. Хэсет в Эймэнт, Харшейтов. Хэсет Эймэд, истина и доброта, добро, принадлежит тому, который замышляет сделать добро. Говорит Гаун, что есть разница между понятиями Хэсет и понятиями Эймэд. И я ее уже объяснял один раз в третьей главе, но здесь он вкратце ее повторяет и говорит, что на самом деле она объяснена несколько раз. В Перуши Агрона Сефир и Яшо он это рассказывает, в Перуши Агрона третьей главы и здесь. Хэсет то, что человек делает своему товарищу, которому он не обязан ничем. То есть, есть человек, которому я ничем не обязан, я хочу ему сделать какое-то добро. Он нуждается, хочу подкинуть деньги, он не нуждается, а просто какие-то другие вещи, я хочу ему оказать какое-то позитивное действие. Эмэд – это вещь, когда я обязан оказать добро кому-нибудь другому. Связано это с тем, что он мне когда-то что-то хорошее сделал, и по законам, которые называются Акаратов, я должен оказание ощущения добра, которое мне сделали, я тоже должен ответить добром за добро, и я должен что-то позитивное сделать в направлении этого человека. Тогда это называется добро, которое я делаю, которое я обязан сделать. Это называется эмэд, это истина. А добро, которое я делаю просто потому, что хочется сделать кому-то чего-то хорошее, это называется хэсет. И это то, что сказано. Титен эммет ла и аков, и хэсет ла Авраам. Гаун приводит пасук из Берейшес, не из Берейшеса из Михи, который рассказывает о книге Берейшес, где сказано, что надо дать хэсет Аврааму, а эмет и акову. Почему по отношению к Аврааму используется слово хэсет, а по отношению к иакову используется слово эмет? Объясняет Гаун, что Аврааму была хафтаха, было обещание, что Всевышний будет с Авраамом, и из Авраама выйдет Амисраэль и так далее. Это было обещание, которое было не связано с заслугами Авраама. Очень принято считать, что Авраам получил вот свою мадрегу, достиг своего уровня, и из него вышла Амисраэль, и все, что происходит дальше. Это в заслуги за 10 испытаний, которые прошел Авраам. И так объясняет Маораль, например, что очень многие вещи, 10 чудес, которые были в храме, 10 вещей, которые происходили в пустыне, когда испытания, которые испытывали Аватейну, наши праотцы Всевышнего в пустыне, все эти испытания, несмотря на наше плохое поведение, все это осталось у нас за заслуги Авраама. Что заслуги Авраама привели к тому-то и тому-то. Вполне может быть. И не только вполне может быть, а это так написано во многих местах. Но Авраам удостоился обещаний, что это произойдет. Не за свои заслуги, а просто потому, что Всевышний выбрал Авраама, избрал и решил, что он будет Авраам. В дальнейшем Авраам этот выбор как бы подтвердил своим поведением, не с Янот и так далее. Но выбор был именно со стороны Всевышнего, а не со стороны, наоборот, не снизу сверху, а сверху вниз. Поэтому это называется Хесед ла Авраам. И он говорит, что Аврааму было даны обещания Всевышнему, что он будет с ним и так далее, только Бомидат Хесед, только из Хеседа Всевышнего. Потому что Всевышний не был обязан это сделать. Но после того, как эти обещания были даны Аврааму, то по отношению к Киакову это уже Всевышний был хаяв осуществить свои обещания. Он был обязан это сделать. Поэтому это называется Мидой Эмит. Я, по-моему, не помню, я не знаю, что и где говорю, поэтому мне кажется, что мы обсуждали, но не уверен, что есть такая мишна в трактате Перкеаот, что Саяк Лыны Дорим пришут, что помощь для того, чтобы наоборот, помощь для того, чтобы выполнить пришут Недорим, для того, чтобы человек стал Паруш и отделился от этого мира, ему надо давать Недорим. Есть гемора, которая говорит о том, что нам запрещено давать Недорим, и человек, который дает Недор, он хоте, он согрешил. Есть другая гемора, которая говорит о том, что человек должен давать Недор, и Недоры должны помочь в жизни. Есть разные ответы на этот вопрос, как это Мистадер с друг с другом. Например, Недор, который он дает Бушат Сакона, Недр, который человек даёт во время опасности, такие недори можно давать. Есть недр, недрей, митцва, который митцва к дойла на дар в Исраэль. Человек, который говорит, недр, что я дам такую-то вздоку, митцва к дойла на дар в Исраэль. Человек, который говорит, что я выучу какой-то масехет геморы, митцва к дойлу на дар в Исраэль. Есть недрей митцва, который есть митцва давать этим недорием. Чем отличается Мацап ситуация человека до недора и после недора? Например, человек, который говорит, что я дам 100 долларов вздоку в течение этого месяца. В таком случае человек становится... Он и так мог дать 100 долларов вздоку, никто его не тянул за язык. Он мог взять и дать эти 100 долларов вздоку, и вроде как все хорошо и правильно. Но человек, который дает эти 100 долларов без того, что он берет на себя обед, он делает добровольное пошертывание. Человек, который вначале берет на себя хиюв, обязанности, потом дает 100 долларов, то этот человек выполняет недор. Есть определенная обязанность человека вести себя в состояние, когда, может быть, не каждого человека, а человека, вышедшего на этот уровень, скорее всего. Человек, который берет на себя обязательства, у него есть определенная обязанность, определенный хиюв, определенная митцва, наверное, не обязанность, но митцва, принять на себя обязательства и стать обязанным что-то делать. Поскольку уровень человека, который обязан, выше, чем уровень человека, который не обязан. Поэтому человек, который становится обязанным, это определение более высокого уровня. Оно не всегда работает, не всегда это необходимо делать, часто это не необходимо, а нельзя делать, потому что нам достаточно митцвод, которые даны Торой, не надо брать дополнительных митцвод и так далее. И тем не менее, существует определенный аспект, который я почти наверняка обсуждал здесь, аспект, который состоит в том, что человеку нужно брать на себя обязательства и нужно чувствовать, что я хаяв. Потому что, особенно, как мне кажется, это уже мое личное мнение, но так вот у меня выглядит, что в современных молодежных поколениях ситуация, когда я кому-то должен, вызывает сразу же какой-то антагонизм. Человек не хочет чувствовать, что он должен, он готов что-то сделать, но чувствует свой хиюв, чувствует, что я обязан. Это мешает очень многим людям. Всевышний рассуждал иначе. Он принял на себя обязательства, он вначале как бы создал Тору, проявил эту Тору, берешит Барай-Лаким, после чего он смотрел Тору и творил мир. Поскольку в Торе написано, что Всевышний обязан. Это Киба и Холь, как будто бы. Всевышний взял на себя Недор и один из Недорим, которые здесь есть, Всевышнего, Недор Всевышнего, обет Творца. Он обещал Аврааму и так далее. После того, как он обещал Аврааму, по отношению к Иакову, это уже не было Медат Хесед. Это уже была Медат Эмед. Меда, которая называется качество, которая называется истина. То есть, ощущение того, что я должен и поэтому я делаю. Хесед – это то, что я делаю без всякого обязательства. Так поэтому здесь сказано – Эмис Лаяков. Поскольку он уже обещал Аврааму, то он уже обязан был осуществить, сделать то, что он обещал. Поэтому это Медат Эмед. Поэтому человек, который делает другому человеку тава, он должен делать эту тава большую, чем то, что сделал ему человек. То есть, человек, который хочет по-настоящему проявить Медат Эмед, это значит, что если я отдаю то, что мне было сделано, то это не Эмед. Я Хаяф. Но если я хочу сделать Хеседш или Эмед, то говорит Хагров, что я должен сделать больше, чем мне было сделано. Например, поскольку я уже отдаю тот долг, который я должен, поскольку мой товарищ мне уже сделал. И это больше, чем если бы я вообще не был Хаяф, ничего сделать. Но если он так делает, то он делает только, если он отдаёт только то, что он должен, то это Эмед, но не Хесед. Поскольку он обязан заплатить то, что он должен. И поэтому получается, что если Рувен сделал Шимону какое-то позитивное действие, а теперь Шимон отвечает тем же действиям Рувену, то он не отдал свой долг. Потому что теперь он должен больше, чем то, что ему было сделано. Иначе это не будет Хесед, иначе это не будет Эмед. И это то, что называется здесь в пасуке мутер Хесед. То есть добавка, больше от слова йотер, от слова больше, чем Хесед. И это то, что сказали наши мудрецы. Человек, который накормил другого Адашим, я не знаю, как Адашим по-русски переводится, чечевица, то пусть он ему не отдаст, не накормит того, кто его кормил Адашим, он не должен кормить чечевицей. Но он должен что-то более дорогое, например, китниот, бобы. Что они более хорошие, более лучшие, более вкусные, чем чечевица. И это называется Хесед Веймед. В таком случае это Хесед Веймед. Так теперь пасук читается немножко иначе. Хоршейтов, люди, которые замышляют что-то хорошее, тем, кто постоянно требует что-то хорошее. То есть человек, который все время требует сделать что-то позитивное, Всевышний платит ему награду, которая называется и Хесед, и Эмед. Рувен сделал какой-то Хесед Шимону, Всевышний ему заплатит и Хеседом, и Эмедом. То есть он платит ему гмуль, награду за то, что он сделал, и еще больше. Потому что это тот Хесед, который мы упоминали. Это первый Терутс. Таким образом, первый Терутс, первое объяснение, первое перуши, я не знаю, как это назвать, первый комментарий Гаона состоит в том, что понятие Хесед и Эмед, это понятие, когда человек стремится сделать Хесед другому человеку, Всевышний ему дает Эмед, это плата за этот Хесед, и добавка, поскольку Всевышний хочет дать Хесед за Хесед, который был дан. И это нормальное состояние как между людьми, так и между людьми и Всевышним. И здесь надо четко обозначить, что существует ситуация, в которой человек становится Хаяф другому человеку. Не то, что я хочу сделать ему Хесед, я Хаяф ему сделать Хесед. И нет никакого Птура в определенных ситуациях, никакого разрешения не делать Хесед. И в ответ на это Всевышний платит тоже бы Эмед, но в случае, если человек делает так, как положено, больше, чем ему сделали, то в этой ситуации он получает награду больше, чем он сделал. Это первый пируш. Второй пируш, второй комментарий. Хесед в Эмед. Имеется в виду то, что сказано. Хашаф Адам Лаасот Митсва. Человек хотел, подумал, что надо бы сделать какую-то Митсву. Случился онос, случилось что-то от него независящее, насилие над ним, и он не смог сделать Митсву. Например, заболел и не смог подняться с постели. Малая Лава Катуф ему засчитывается это, как будто бы он сделал это Митсву. И Всевышнего платит за мысль и за действие, поскольку Всевышний присоединяет мысли к действию. И это то, что хесед в Эмед для тех, кто замышляет добро. То есть, человек, который только хотел сделать какую-то позитивную вещь, то понятно, что это митсва. Человек, который хотел сделать какую-то Митсву и по какой-то причине ее не сделал, тем не менее получает награду и за замысел мысли, и за действие Митсвы. Но, естественно, в том случае, если это онус был настоящий онус, когда Акодыш Бругу может проследить, действительно ли он был анус, или это было сделал себя, как анус сделал себя, как будто он не мог сделать митсву. Окей, это первый кусочек. Здесь, вроде бы как, основная мысль по Гаону состоит в том, что человек должен очень четко и внимательно следить за тем, что он должен ответить тому, кто ему сделал хест. Он должен ответить больше, чем ему сделали. Это первая часть. И вторая часть, что тогда Всевышний ему ответит больше, чем он сделал. И третья часть, это совершенно другой комментарий, второй комментарий Гаона, что человек получает награду за мысль, как будто бы он мыслил и делал, в случае, если он не смог сделать бонус, если ему что-то помешало. И это то, что сказано хест в эмет, что Всевышний эмет – это награду за мысль, а хест это награду за то, что человек собирался, но не смог это сделать, и получает награду, как будто бы он от митсву сделал. Это три части комментария, которые дают Гаону. Следующий пасук, 23-й пасук, продолжает очень похожую вещь, но как бы продолжает те же мысли. Он говорит, от всякого труда будет прибыль, но от слова пустословия только ущерб. Это я немножко исправил его перевод, но так будет ближе. Говорю на иврите, пасук кавгимал перекет дал. Поколь эцев и е мотор, от всякого эцев – это усилие, труд, горечь. От всякого труда будет остаток. Ведвар сфатаем ахли максор. Но слова, которые человек говорит устами, они приведут только к максору, только к недостатку. То есть, любое действие, любой труд, любое старание приведет к тому, что что-то остается, а разговоры приведут к тому, что это приводит к изъяну, к недостатку. Что это означает, говорит Мальбин? Что мы уже говорили, хазаль сказали в брохос, не мы, а хазаль, наши мудрецы сказали в геморре брохот, игородовы там ешь текута, награда человеку – это молчание. То есть, за молчание человек получает самую большую награду. Имеется в виду, что за все зло, которое приходит на человеку, он должен, лид яцев, переживать в своем сердце. И помнить, что это пришло к нему за его грехи, и делать тшуву в своем сердце. Что это анина в авилут, аля мейтим, что это анинут и авилут, это два вида авилут, это скорбление, скорби по поводу умерших. И то, что сказано о Кагэлита, тот же Шлома Амэла говорит, что лучше идти в дом скорбящих, чем в дом веселья. То есть, человек, который идет в дом, где происходят проводы умершего, скорбят по поводу покойника, то живой человек, который там находится, он обратит внимание своего сердца к чему, что жизнь идет к смерти, и начнет думать от шувы и так далее. Что в любой грусти у него будет какой-то иторон, какой-то плюс, какая-то награда. Но все это в сердце человека. Но если он выводит это из сердца и говорит это словами, то это получается как бы жалоба, которой жалуется человек на то, что ему случилось так-то и так-то. И это приведет к хессарону, к недостатку. Воедома Ааронова Натальскара Альштикато. Доказательство приводит посух, что Аарон промолчал и получил награду за молчание. То есть, любое страдание, которое приходит к человеку, человек должен проанализировать его в своем сердце, не рассказывать о нем, не говорить слух и так далее, а только подумать, что это наверняка связано с каким-то исправлением, которое приводит Всевышний за те изъяны, за те вещи, которые я сделал неправильно. Попытаться сделать шуву. И это то, о чем сказано в Кагелете. Кагелет, понятно, что это тот же самый Шлом Амелек, когда он говорит, что человек, который идет в дом скорби, увидит смерть, понятно, что смерть – это всегда страдание, то человек обращает свое сердце к этим страданиям, пытается понять, что и как, и лохзор быть шува, и сделать шуву. И человек, который при этом молчит, он получает награду за это молчание, и надо думать о шуве, надо думать о раскаянии, пытаться найти причины своих оверот, но не разговаривать на эту тему, потому что разговор на эту тему, кроме того, что он портит нервную систему, кроме этого, он еще, оказывается, выглядит как некий троумод, как некоторые претензии к Творцу, не дай бог, что вот я такой хороший, а у меня пришли такие несчастья. Поэтому, когда это происходит, человек должен молчать, и переживания он переводит не так, как переведено на русском, на русском у нас переведено довольно странным, может быть, и не странным, переводом таким. От всякого труда будет прибыль, но слово принесут ущерб. А Мальбин переводит это другим. От всякого огорчения, от всякого огорчения человек получит что-то позитивное, страдания человека приведут его к чему-то позитивному, но когда человек во время этих страданий начинает роптать, начинает разговаривать, то это принесет только ущерб. Это перевод, который дает Мальбин. Хагро переводит, немножечко по другому пути идет, вот он говорит, что он говорит, вот он говорит. Все, что делает человек, он говорит так, как переведено по-русски. Любые действия человека, любая его работа, она приносит какой-то позитив, она приносит что-то, от нее всегда остается. Эта работа не проходит просто так. Сейчас, секундочку. Но есть, да, от нее есть какая-то прибыль. От любой работы будет какая-то прибыль, но вещи, которые говорятся устами, они приводят только к хиссарону, только к изъяну. Объясняет Гаон, многословие, которое говорит человек, не только не приведет к чему-то позитивному, к какому-то плюсу, к какой-то прибыли, но это будет человеку махсором, это будет человеку изъяном, недостатком. Потому что... А, точка. И то же самое в Торе. Второй перушь переводят это из разряда житейской мудрости в разряд Торы. То есть, коль эцев... То есть, эцев это труд, старание, попытка сделать и так далее. Любое действие, которое человек сделал сразу, в скорости, быстро, в тот момент, когда оно пришло к нему в руки и не стал его закисать, не дал ему скиснуть. И это то, о чем известная дроша, которая приводится в трактате Магила. Ващамар там это мацот. Сохрани мацот. То есть, что это значит, сохрани мацот? Читает не мацот, а митцвот. Сохрани мацвот, сделай шмиру, охрану заповедем. Если к тебе в руку пришла какая-то митцва, не дай ей скиснуть, а сделай ее сразу. Это дроша, которая дается в Геморе. Так вот, человек-сторый. Этсов – это труд, который ты должен сделать, старание, которое ты должен сделать, ты их должен сделать сразу же, быстро, в то время, когда они придут, возможность их сделать в твою руку, возможность митцвы, и не дай ей скиснуть. Потому что человек, который мудрый в своем сердце, это пасук, который говорит «Хахам лев и ках митцвот». Человек, который мудрый в своем сердце, он берет себе заповеди. Берет, имеется в виду, тейков сразу же, как только у него получается эта возможность. И тогда это станется ему ревахом. Но человек, который говорит устами, что он сделает после этого, то есть ему сейчас попалась какая-то митцва, он говорит, я потом сделаю эту митцву. Сейчас вот у меня нет времени, нет сил, нет того, нет сего. Объяснение обычно миллионы маленьких десяток, но потом я обязательно ее сделаю. Это приводит только к изъяну, потому что «Махшова маэлот афилу клапейшамаем». Мысль помогает даже клапейшамаем. Потом мы прочитаем, что это означает. Но вначале я хочу посмотреть, как Гаон объясняет в 10-м перике в 8-м предложении Мишли. Он объясняет... Секунду. В 10-м, а я открыл 9-й. Это немножко не то же самое. Пасук Шломамэла говорит, «Хахам лев и каф митцвот, ваавиль свата и милабет». Человек, который мудрый с сердцем, он возьмет все заповеди, но человек, который глупец, он устами будет что-то такое вот мусолить. И говорит Гаон в этом месте, что в Геморе сказано, что даже клапейшамаем, даже по отношению к небесам, помогает... Что это значит? Помогает по отношению к небесам. То есть человек, который махлит, он решает. Все. С утра завтра я встаю, с понедельника начинаю новую жизнь и начинаю учиться. Но не сегодня. Это «помогает» в кавычках, даже по отношению к небесам. То есть такая фраза приведет к тому, что Всевышний устроит ему так, что он завтра не сможет встать утром и не сможет начать учиться. Человек, который откладывает митцву, дает ей скиснуть, переводит ее на завтра и обещает, что завтра он ее сделает, это приведет к тому, что это такая сегула, такая стопроцентная гарантия того, что это не произойдет. И это то, что сказано. Человек говорит, завтра я начну с утра учиться. И он обязательно споткнется об этом и не выдержит этого испытания. И это то, о чем сказано. Хохам лев, хохам, который мудрец в сердце, не в словах, а в сердце, он возьмет митцву сразу же, когда митцву приходят к нему в руки и не оставляет эти митцву, не ждет удобного момента для этих митцву. А глупец? Глупец – это тот, который глупец не мыслями, а глупец ртом, устами. Имеется в виду, тот, кто глупец и не делает сразу же, но говорит своими устами, что он сделает потом или завтра и так далее, то он споткнется об этом и не сделает совсем. Это так объясняет Гаон Пасук в перике Ют. Теперь здесь он добавляет и говорит, в общем, теперь мы уже обсудили это слово, то, что он говорит. Что означает и ела махсо? Человек, который будет говорить словами, это ему будет изъяном, будет ему недостатком его слова, потому что мысли и слова моэлят помогают даже клопа и шамая. Что значит, они помогают даже по отношению к небесам? Имеется в виду мысль, я зачитываю кусочек из гемора Сангедрин с Рашей. Мысль, которую человек думает, так и так я сделаю, так и так получится у меня. Она помогает испортить эту вещь. Эти мысли, так и так я сделаю, они приводят к тому, что эта вещь не будет сделана. Как, например, человек, который говорит, что до такого-то времени я закончил такой-то, такой-то масэхид. Это даже клопа и шамаям помогает, даже если он это говорил не кому-то из друзей, что я планирую то-то и то-то сделать, я говорил только относительно Всевышнего, то результат будет тот же самый, что Всевышний даст ему какой-то михшоль, какое-то препятствие, какой-то хессорон, какой-то изъян. Поэтому человек, который умный, он умный сердцем, человек, который глупый, глупый словами. И теперь можно понять, что говорится в пасуке. Беколь Эцов. Каждый раз, когда сразу же какой-то человек трудится, делает сразу же, то это будет ему от этого плюс, что-то ему от этого останется. Но человек, который, когда приходит возможность выполнить какую-то митцву, не делает ему, а говорит своими устами о том, когда и как он ее сделает, то это приведет к тому, что он получит препятствие в дороге к этой заповеди. Окей. При этом надо учитывать такую одну вещь, что, тем не менее, Геморро в трактате Шуэс говорит, человек, который говорит, «Махары кум баилмат масехет плуни, завтра я встану и буду учить такой-то масехет, недр гадоль надар лэлэке Исраэль». Он огромный недр дал Всевышнему Израилю. То есть, человек, который дает обещание, что завтра он что-то будет делать, это, да, позитивное действие. В чем разница между этим пасуком Мишлей и Геморрой в Шуэс? Разница примитивная. Здесь говорится о том, что это Митсва сейчас у него в руке, он может сейчас это сделать, но он не хочет это сделать, потому что сейчас по первой программе показывают футбол. Поэтому он решает, что новую жизнь начинает завтра, а не сегодня. Об этом сказано, что человек, который это делает, он теряет своими словами. Но когда человек находится в состоянии, по которому действительно сегодня ни шаях, невозможно выполнить эту Митсву, например, он решает, что завтра он хочет, завтра ёрцать по любимой прабабушке по материнской линии, четырёхюродной, поэтому завтра он по этому поводу хочет выучить какой-то кусок Торы, и решает он это делать. В час ночи сегодня учить будет неправильно, потому что если сегодня в час ночи он будет учить, то завтра он проспит всё и вся, и никакой учёбы не будет, он потеряет больше, чем приобретёт. Поэтому он идёт спать и перед сном говорит, завтра я встану на полчаса раньше и поучу такой-то Масехет, то это Недр Гадоль Гадаль Лэл Кейсраэль. Это обязательство, естественно, если он его сделал, то это огромное обязательство, это то же самое не только Недр по поводу изучения Торы, но то же самое Недр Эйцдока и Недр Эйл Любой Митсвы. Недр, посвящённый Эйцдоке и Любой Митсве. Но если человек сейчас, у него в руке, есть возможность выполнить эту Митсву, например, к нему приходит бедняк, я сейчас убираю возможность говорить, что этот бедняк не бедняк, а обманщик, поскольку мы уже обсуждали, что очень часто ситуация, когда сборщики, сдоки, им не надо, а может быть и нельзя давать сдок, это я сейчас не обсуждаю. Я обсуждаю ситуацию, когда по той или иной причине я точно знаю, что ему нужна сдока, у меня сейчас есть деньги, я могу это дать, но я как вот могу, но не очень хочется, поэтому я решаю, что завтра я начну нормально давать сдок, сегодня нет, завтра я начну нормально давать сдок, сегодня нет. То в этой ситуации, когда он говорит это вслух, это не недр, который он надаровал в реке Исраэль, это то, что приведет его к махсору, к изъяну, к препятствию, поскольку Митсву, которую можно сделать сейчас, а ты ее передвигаешь на завтра, аль-тахмецену, нельзя этой Митсву дать, а если ты даешь, и еще говоришь словами, то это слова твои, это хуже, а не лучше. Но в другой ситуации недр может быть очень позитивной вещью, хотя в принципе гемора говорит, что очень желательно на доле мне давать, поскольку не выполнить недр, это очень опасно. Окей, более или менее. Тогда, я думаю, что можно перейти к 24-му посудку, который говорит, венец мудрых богатства их, а глупость безрассудных это глупость. Попробуем то же самое. Нет, я думаю, что... Да. Атерет хахамим, ашарам, это посудка в далат. Атерет хахамим, венец короны мудрецов, ашарам, это их богатство. Ивелет ксилим, ивелет. А глупость у глупцов, это глупость. Что это означает? Ивелет, мы уже много раз говорили, что это глупость, мы альбин переводят в перушмелим, там, где он объясняет слова. Он говорит, ивелет ксиль мирма, вот эти три слова, ивелет, иксиль, и мирма, имеется в виду щегу, софик, отслам, что это всегда у них софик. Это люди, у которых по разным причинам всегда находятся сомнения. То есть, сомнение глупцов, это украшение, украшается глупостью. Мудрый человек, он украшается своей мудростью, а глупец, его украшение, это его глупость, его постоянные сомнения, которые у него есть. Это то, что говорит здесь товарищ Мальбин в объяснении слов. Теперь, а в объяснении Иньяна, Мусар Хохм, в объяснении Мусара, он говорит немножко иначе. Он говорит, что украшение короны мудрецов это их богатство. Атерет, то есть, та корона, которую надевают наши мудрецы, для того, чтобы это был знак их мудрости, это их богатство. Потому что киньянин хитсаним, внешние причины, по которым проявляется киньян мудрости, они не ошарамити, а это не настоящие ошар, это не настоящее богатство, а только медуме, а только выглядит как богатство. Но человек, который приобрел мудрость, это и есть настоящий киньян. То есть, настоящее приобретение, это приобретение мудрости Торы, а приобретение не мудрости Торы, а приобретение скрипки страдевари, это будет не приобретение, это будет внешние проявления, медуме, фантазия, иллюзия. А люди, которые приобрели мудрость Торы, тот киньян, который они сделали, то приобретение, которое они сделали, это настоящее богатство, бэймэд, в истине. Потому что я к Раиме Пниним, дальше он приводит посуд, который все знают, что Тора, она дороже, чем жемчужины, чем жемчуг, и лучше мне Тора твоих уз, чем тысячи золота и серебра, и Караме Пниним, она более дорогая, чем Пниним, поэтому настоящее приобретение, это приобретение мудрости Торы. Любое другое приобретение, машины, квартиры и так далее, это является иллюзией приобретения, потому что это первый Пируш, ну, не потому что на этом кончился первый Пируш Мальбин. Таким образом, по этому первому Пирушу что говорит, Шлома Амеллах, он говорит, что корона, которая приобретают мудрецы, то есть корона мудрости, это и есть настоящее украшение. Точка. Также можно объяснить, что ошер шельхахомим гу атерет шлафем, что богатство, которое, может быть, это не богатство, поскольку ошер, можно перевести богатство, и то, что им хорошо, мудрецам, счастье, счастье мудрецов, это и есть их корона. Имеется в виду, что посредством своей мудрости они счастливы. Что значит счастливы? Здесь Мальвим приводит, он не приводит даже эту Мишину, он начинает ее пересказывать, не приводя. Мальвим вообще почему-то очень редко цитирует Хазаль, очень редко цитирует наших мудрецов, он такой пируш, даже основанный на мудрецах, цитаты, он приводит редко. Почему, не знаю. Так вот, есть известная Мишина в трактате Перкиавод, Мигу Аширасамею Бехелко, кто является богатым человеком, который радуется, довольствуется своему делу, ему хорошо то, что у него есть. Так вот, человек, который достиг мудрости, он уходит пореш от слова пришут, отодвигается, отделяется, метавод Алла Мазе, от удовольствия этого мира, и эти люди, которые мудрые, которые понимают, что удовольствие этого мира это так, ничего, они смехимбахалкам, они радостные и довольные своему делу, что это называется настоящее богатство, потому что ему нету чего-то, чего ему не хватает, у него нету тайвы, поэтому нету какого-то изъяна того, что не хватает его душе, потому что человек, который богатый человек, но тем не менее, у него остается тайвы каким-то вещам, вэйнаф лотисба ошер, и он никогда не насытит его богатство. Поэтому на самом деле он они, на самом деле он бедняк, у него есть несколько миллионов долларов, но при этом, несмотря на их наличие, он никогда не может полностью насытиться, потому что если есть 100, хочешь 200, есть 200, хочешь 400, есть миллион, хочешь 2, и так далее. поэтому сколько бы ни было, этого всегда не хватает, всегда остается тайва, всегда человек ощущает себя, что ему мало, ему плохо, и это и есть настоящая бедность. Человек же, который путем достижения мудрости Всевышнего и соединения с ним, понимает, что на самом деле все, что нужно у него есть, то этот человек называется богатым человеком. А Ивлад Ксилим, сомнения, которые есть у сомневающихся, я иду сейчас по переводу Мальбима в переводе слов, это сомнения, которые есть у сомневающихся, это и есть корона глупости, которая есть у глупца. Мы уже объясняли, что те вопросы, которые задает Ксиль, это самообман, это хитрость, которую он пытается сам себя обмануть, потому что Ксиль, это не Авиль, это другой человек, он не полный идиот, и он знает, на самом деле Ксиль знает, что такое мудрый сторы, и в общем он более или менее владеет мудростью, только из-за своих таавот, из-за своих желаний постоянных и так далее, он должен постоянно, леахиш спорить с законами мудрости и отделяться в сторону глупости, потому что ему очень хочется, а Тора это запрещает, поэтому он начинает задавать вопросы, леакшот, сомневаться, может быть Тора не в этом случае запретила, и так далее, и тому подобное. И это на самом деле называется словом мирма, ухитрение, ну не знаю, как это сказать, исхитриться по-русски, потому что он сам знает, что на самом деле мудрость, это мудрость и мэтт, поэтому вот эта вот его глупость и его сомнения, они сомнения, которые, сомнения глупости, и у него это остается только на уровне глупости, все его сфекот, все его сомнения. Таким образом, по Мальбиму, по суг говорит о том, что человек, который купил, приобрел себе мудрость Торы, то этот человек на самом деле является счастливым человеком и богатым человеком, потому что, когда он приобретает мудрость Торы, мы сейчас говорим про богатство этого мира, не про богатство грядущего мира, понятно. Человек, который приобрел себе мудрость Торы, несмотря на то, что у него немножечко не хватает на многие функции жизни и так далее, тем не менее, поскольку он приобрел Тор, он понимает, что это не нужно, поэтому он понимает, что ничего страшного нету, и то, что ему чего-то не хватает, ну не хватает, ну что можно сделать, и он по этому поводу не заморачивается. Человек же, который глупец и самообманщик, из-за тайвы, которые у него есть, и он постоянно стремится к этой тайве, поэтому, сколько бы у него ни было, он все равно останется бедным человеком, потому что ему всегда чего-нибудь не хватает. Это Пшат, который говорит Мальбим на этот пасу. Гаон Атеретха Хамим Ашрам Только надо понять, что я сейчас возвращаюсь, я не закончил, наверное, все-таки с тем, что говорит Мальбим. Надо понять, что речь идет о человеке, который действительно обладел мудростью Тора, и человеку, у которого действительно нету тайвы, а не того человека, который есть стремление к этому, он его не может реализовать, и пытается прикрыть свою нереализованность Тора и так далее. Это самообман, это другой вид мирмы, это другой вид самообмана. Мальбим сейчас, по Мальбиму, Шламу Амелых сейчас говорит о человеке, который действительно достиг Хохмы. Понятно, что существует определенная взаимосвязь, пропорция между уровнем Хохмы и уровнем отсутствия тайвы. Я сейчас говорю о человеке, которого Хохмы, который он достиг, мудрость Торы, который он достиг, это настоящая мудрость Торы. Мудрость Торы, которая действительно позволяет понять, что ешь ли коль, Как Иоакова Винов сказал, у меня есть все, а не как Исав, что Ешлираф. Таких людей, кроме Иоакова, мы знаем мало. Но понятно, что при этом между Исавом и Иаковом есть определенное количество и качество разного уровня людей. И есть люди, которые не достигли уровня Иоакова, такие бывают в нашем мире. Мало, но бывает. Которые, тем не менее, у них Ешликоль, у меня есть все, на каком-то другом уровне. Иоакова, у него, действительно, для него не было ничего в Алла-Мазе, что ему не хватало. Он понимал, что все, что есть в этом мире, нужно для Митсвот, и все, что у него есть, достаточно для тех Митсвот, которые у него есть. Есть люди другие, которым кажется, что мне нужно для Митсвот, но мне не хватает того-то и того-то для Митсвот. Причем таких людей, естественно, больше. Но при этом этот мир им нужен действительно для Митсвот. Но им не хватает того, что у них есть. Это коль, но это коль не полная коль, но это не раф, это не то, что человеку нужно много. Ему нужно, но нужно для митсвот. Таких уровней понятно, что это целая лестница, невероятное количество уровней и так далее. Есть люди, которые просто занимаются самообманом, такие тоже есть. Сегодня мне рассказали анекдот, как приходит какой-то аврех из очень бедной семьи, очень нуждающаяся к жене и говорит, что вот я, нам плохо материально, совсем плохо, ничего нету, я нашел работу. Но работа такая, немножечко связанная с безайоном, с пренебрежением. Уборщик, мытье унитазов, еще что-то. Но платят очень хорошо, 15 тысяч в месяц, прекрасная зарплата. Но вот безайон, что ты думаешь? Она говорит, слушай, у нас совсем плохо, конечно, надо идти. Он говорит, ну, замечательно, тогда с завтрашнего дня ты выходишь на работу. Но бывают разные уровни совершенно того, что такое бетахон, что такое уверенность во Всевышнем и так далее. Здесь речь идет, Шламома говорит об уровне, который какого-то совершенно колоссального уровня. Человек, который действительно понимает, что есть шриколь, что все, что есть, есть. Но человек, который понимает это не до конца, нужно понять, что такой уровень тоже есть. Человек, который нужно больше, ему реально нужно больше, не то, что ему хочется. И Акову не нужно было, у него всего действительно хватало. Этому человеку нужно больше, чтобы достигнуть коль. Но при этом он хочет достигнуть коль, то, что нужно в этом мире, а не раф. Ему не нужно много, ему нужно то, чего не хватает для этих меслот. Такая ситуация встречается и встречается очень часто. Например, бармит своего ребенка, человеку нужно купить тфелин, а тфелин стоит даже очень много. И поэтому это реально не хватает, и деньги нужны для покупки тфелин, а не для того, чтобы что-то другое как-то иначе использовать. Окей, теперь Гаун объясняет эту фразу Мишли таким образом. Он говорит, атерет хохомим ашрам, украшение, корона мудрецов, это их, переведем богатство, хохомим, их атерет и их маген, их корона и их щит, это богатство, которое у них есть. То есть, тот человек, который богат, он использует, имеется в виду хохом, который богат, мудрец, который богат, он использует это богатство для украшения Торы. И таким образом это богатство является для него щитом его Торы и его мудрости. И это то, что хорошо для хохомим иметь богатство, которое он будет использовать как атерет хатара, как короны для Торы. И об этом сказано, наа ошер лохохомим, приятно, красиво, богатство для мудрецов. И если у человека есть деньги, то он не выглядит мивузе, как это сказать, пренебрегаемый, как приниженный в глазах многих людей. И поэтому то, что у него есть деньги, то, что у него есть какое-то богатство, это является неким украшением его Торы, и это необходимо. И об этом сказано. И об этом сказано, где это сказано, я уже забыл, он приводит Гемора Сангедрин, цитату он не приводит, откуда это взято, что человек, который получает гану от... Не знаю, у меня нет здесь гемора под глазами, я почти не подумал, что она может понадобиться. Речь идет о том, что человек Талмитхохом, он как кли, он как кувшин. Но кувшин, который Талмитхохом, это история, которая, не помню сейчас, кому приходила дочка Кесаря, то ли Карабан Гамлиэлю, кому-то вот такому вот известному из Талмитхохомиме, задавала вопрос, почему ваши мудрецы выглядят некрасиво? Рабь Ешобан Ханани это было. Почему ваши мудрецы такие некрасивые? Почему Тора, такая серьезная вещь, должна храниться в золотых кувшинах? А почему она хранится в кувшинах вот таких вот, как вы? Спросил он ее, а скажи, у тебя дома, у твоего папы, есть вино какое-нибудь, хорошее вино? Она сказала, конечно, есть. И где оно хранится, в каких кувшинах, в золотых или глиняных? Конечно, в глиняных. А почему? Потому что в металлических оно испортится. Так же Тора, если она окажется в красивом кувшине, будет портиться, ответил Рабан Гамлиэль. Почему? Потому что человек, который... Красивый кувшин, это не имеется в виду только внешняя красота, и человек, который стоит у зеркала там по два часа в день перед тем, как пойти, я не знаю, кунуться в Мику и так далее. Не об этом Талмитхохаме идет речь, а Талмитхохаме, для которых Аллам Газе является красивой и нужной частью. Для него, в его ситуации, Тора, она не хранится в таких вещах. Она хранится в тех вещах, где, в тех кувшинах, для которых Аллам Газе, это кусок глины. Он не обращает внимания, это хранилище Торы, а не самоцель. Вот в них хранится это. Но, тем не менее, это подобно глиняного кувшина. Поэтому, если Талмитхохам, который вот такой вот, он ломается, разбивается, то исправить это уже никак невозможно. Поскольку человек полностью посвящает себя Тору, то разбиться этому человеку еще страшнее, чем что-то другого. Поэтому нормальному Талмитхохаму, который понимает, что весь этот мир – это глиняный кувшин, по химктоним, маленький кувшин, за которым возвращался Яков Авину, чтобы использовать эти кувшины для хранения Тора и заповедей. Поэтому их богатство, таких Талмитхохамин, таких мудрецов – это украшение Талмитхохама. Также Тора, теперь первый пируш Гаона относился к этому миру. Теперь к Торе, сама Тора. Тора является украшением короны мудрецов и их богатством. То, что они много выучили, это и есть богатство Талмитхохама. Что имеется в виду? Существует какой-то вопрос, который возникает и который задается Хахаму. Хахам, для того, чтобы ответить на этот вопрос, может посмотреть одно место в Геморе, одно место в Шульканорах, и он может дать ответ на этот вопрос. И для того, чтобы ответить на такой вопрос, нужно знать одно место. Но настоящий Хахам, который владеет Торой в сотне местах, несмотря на то, что вроде бы как они не пересекаются и говорят на разные темы, тем не менее, говорит Гемора и Рушалми, что Деврейх Тора, они в одном месте бедные, а в другом богатые. То есть, только владея общей картиной всей Торы, человек может увидеть то, что происходит. Тора, она в одном месте бедна, а в другом месте она богата. Это сататей за Рушалми. И поэтому, Толмидей Хахамим, Тора является их короной, мудрость является их короной, поскольку дойти до Амитадшель Торы, до истинности Торы, можно только используя Тору из разных мест и так далее. То есть, когда вся Тора, человек владеет всей Торой, ну, всей, не всей, но огромными частями Торы, а не какими-то маленькими кусочками, которые он сейчас учит. Но у Ксилим, у глупцов, всё наоборот. Ксилим они не знают и не понимают, а только понятие глупости. Потому что они не знают других мест, знают только то место, где они сейчас находятся в Торе. И только то, что у них получается, бы мы сказали решён с первого взгляда, с первого прочтения, с первого понимания. И поэтому они сразу же хвастаются, что они правильно угадали, правильно поняли. А на самом деле они постоянно приходят к ошибкам, к искривлениям, к лже и так далее. То есть, имеется в виду, что Ксилим – это те, которые не учили изначально. И это в результате ответа, который они дают на вопросы, приводит к тому, что всем видно, что они не Форштейн, не очень понимают то, что происходит в Торе. Всё, наверное, в этом пасуке. Главная часть более или менее объяснена. Подведём итог, как Гаун учит. Гаун идёт сразу по двум путям. Он говорит, что пасук можно литорец объяснить в двух направлениях. Первый пасук, что корона, которая даётся хохамим, это корона обычное богатство этого мира. И она иногда необходима хохаму, потому что, чтобы над ним не насмехались над его бедностью и так далее. И человек, который использует эту корону, и эта корона нужна для Торы, для хохмы, то это украшение этого мира, и она становится необходимым, потому что, если её нету, если нету Алла-Мазе, то человеку очень легко потеряться, споткнуться и так далее. Но только тот Алла-Мазе, который посвящён Торе, посвящён хохме. Это первое объяснение, о чём идёт речь. Второе объяснение Гауна, что с самого начала и до самого конца этот пасук не говорит о богатстве этого мира, а говорит о богатстве Торы. И существует атора, корона Торы, которая связана с тем, что человек владеет Торой во многих местах, владеет мудростью многих мест Торы. И несмотря на то, что сейчас речь идёт о каком-то одном месте, и вроде бы все остальные не нужны, чтобы понять и знать, о чём идёт речь, тем не менее, поскольку слово Торы так устроено Тора, что она в одном месте бедная, в другом богатая, там, где ты её сейчас учишь, на тему, которая тебе нужна, написано очень мало, но из других мест можно экстраполировать, вывести, понять, уподобить и так далее, и увидеть, как эти вещи связаны. Поэтому человек, у которого есть широкие познания в Торе, это богатство Торы, которое делает ему корону, а человек, у которого они маленькие, и он находится в одном и том же месте, то этот человек называется Ксиль, несмотря на то, что ему кажется, что он прочитал правильно и тут же знает ответ на вопрос, но в результате выясняется, что он не очень его знает. Я помню, что как-то вот мне Рав Альперин такой рассказывал, что он работает Равом в синагоге, в Кириоцефере, к нему пришёл какой-то молодой оврех с вопросом там по какому-то недеру, и Рав Альперин ему сказал, что всё в порядке, здесь не надо них отратный дорем, ничего, всё, недера нету. Он сказал, а почему в Шульхонорахе, в этом сейфе написано, в этой части Шульхонораха написано, и начал ставить кушью на Рава Альперина, что вроде бы как надо делать отратный дорем и так далее. Рав Альперин ему сказал, что Рак Рэга, одну секундочку, ты прошёл весь Масехедный дорем? Нет, но эту тему я прошёл. Если ты прошёл один сейф Шульхонораха, то не надо спорить. Ты должен всё-таки увидеть, что такое недорем, иметь общую картину, несмотря на то, что так, как ты читаешь этот сейф, выглядит очень правдоподобно, правильно, но, тем не менее, это не называется недером. Ты правильно рассудил, как надо делать отратный дорем, но недера не было. И такая ситуация встречается очень часто, поэтому человек, который с годами обычно приходит, какое-то понимание, общая картина Торы. Вот эта картина Торы, говорит Гаон, что об этом говорит Шлома Амелов, что эта картина всей Торы делает человека корону мудрости человека. Когда у него вся Тора на ладони, ну, понятно, что на разных уровнях бывает вся Тора, но, тем не менее, когда есть какой-то бакиюд, какая-то общая эрудиция в Торе, а не только, когда ты читаешь какое-то одно место, и это место вроде бы как разобралось со всех сторон, но, тем не менее, нехватка эрудиции даст отрицательные результаты, как у Ксиля, а корона Тора, корона мудрости, это когда человек владеет мудростью со всех сторон, разнообразно и так далее. Окей, тогда мы дошли, закончили 24-й посуг, ибо из Рада Шем в следующий раз двинемся дальше. Спасибо, до новых встреч в эфире!